Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, а меня зовут Владимир. Мы представляем вам выпуск самых интересных новостей науки прошедшей недели и в этом ролике. Выход мантии на поверхность Луны, взаимосвязь между кислородом и старением клеток, эволюция постельных клопов и потенциальное решение проблемы диабета. Все подробности и ссылки будут в описании к этому ролику. Самой интересной новостью прошлого ролика вы выбрали новость про терапию генномодифицированными бактериофагами, направленную на лечение антибиотикоустойчивой микобактерии на фоне муковисцидоза. 77% голосов. Как обычно, медицина вызывает наибольший интерес у людей, которые смотрят наши ролики, и в то же время она вызывает наибольшее количество опасений. Т-вирусы и вирусы против всех болезней, которые в поп-культуре так часто превращают людей в зомби, были упомянуты в комментариях с завидной чистотой. Да, бактериофаги это вирусы, но это специфичные вирусы. Уж если они нацелены на определенную бактерию, то и атаковать они будут только ее. И это, кстати, проблема. Всеядных бактериофагов нет, а поливалентных широкого профиля, которые изволят откушать на разных видах бактерий очень немного. Откушать, конечно же, фигурально. Фаг атакует клетку с единственной целью – размножиться. И это лишь побочное следствие, что в результате этого размножения клетка прекращает работать на себя и начинает работать на вирус, превращаясь в подконтрольную ему фабрику. А потом, чаще всего, растворяется в небытие. И уж явно ученые не захотят, да и вряд ли смогут изменить геном вируса так, чтобы он расширил свои свойства еще и на человеческие клетки. Но что они точно захотят сделать, так это сконструировать фагов для таких бактерий, против которых сейчас не действуют антибиотики или еще не подобраны естественные бактериофаги. Причем даже не для видов бактерий, а для их штаммов. Как было с британской девочкой? Тысячи проб различных фагов, тысячи тестов на микобактериях в чашках Петри. Бактериофаг, который напрямую убивал микобактерию, как мы помним, был только один. И этого было мало для терапии. А вот другой фаг просто размножался в бактерии, но не убивал ее. Некоторые бактериофаги так делают, просто заставляют клетку строгать свои копии. У нее не наступает стадия элизиса, то есть растворения клетки. И вот именно этот ген, отвечающий за безобидное размножение, у него и удалили для создания смертоносности. И затем дали пациентке. Но это никак не может повлиять на другие стороны поведения фага. И поэтому, и только поэтому эта новость так важна. Это было первое в мире лечение генно-модифицированным бактериофагом. А стоит только начать. Ядро, мантия, кора. Такова примерная структура планеты земного типа. И к ним можно отнести и Марс, и Меркурий, и Землю, ваш Кэп. И давайте отнесем сюда и Луну. Ученые как-то предположили, что кора может покрывать Луну не полностью. И на дне самых глубоких кратеров могут проступать верхние слои мантии. Тем более, что при исследовании обратной стороны Луны был обнаружен один из самых крупных и самых старых кратеров в Солнечной системе – бассейн Южный полюс Эйткен. Он углубляется почти на 9 километров в поверхность Луны, а его диаметр – 2500 километров. И выглядит он так, как будто от Луны откусили кусок, как от яблока. Очевидно, что при его образовании из недр Луны вглубь до 200 километров мог произойти выброс значительного количества вещества, и оно могло оказаться на поверхности. Большое количество магния и железа в его составе могло бы свидетельствовать о мантийном происхождении этого вещества, но это была всего лишь теория. А потом пришли китайцы и все выяснили. В 2019 году ровер Юйту-2, нефритовый Заяц-2, прилунившись в том районе вместе с модулем Чань-Э4, смог проанализировать образцы прямо на месте. Он провел спектральный анализ лунных пород в инфракрасном диапазоне, и по его результатам эти образцы отличаются от базальтовых пород на поверхности Луны, и с высокой долей вероятности принадлежали когда-то мантии. Работа лунохода продолжается, и кроме того, китайцы планируют еще несколько миссий, чтобы доставить образцы грунта на Землю, причем не с поверхности, как это делали Аполлоны, а из двухметровой скважины. Кстати, еще одно исследование показывает, что Луна до сих пор сейсмически активна, что подтверждает повторный анализ данных сейсмографов, установленных в 60-70-х годах в ходе миссии Аполлон. Мы стареем по разным причинам, и одна из них это укорачивание теломер на концах хромосон. Мы об этом рассказывали вам неоднократно, и словами предел Хейфлика вас не удивишь. Но и причина укорачивания теломер, в общем-то, тоже не одна. Основная – это невозможность полной репликации ДНК в хромосоме при делении клетки. Копируя ДНК, приходится чуточку отступать от края хромосом, укорачивая каждый раз теломеры. Слишком короткие теломеры не дают клетке делиться, а без обновления организм начинает стареть. Как минимум одна-другая причина укорачивания теломер – это, образно говоря, медленное горение, то есть окисление при воздействии активного кислорода. Окислительный стресс – это процесс, который затрагивает всю клетку целиком, поэтому выделить отдельно его эффект влияния именно на теломеры достаточно сложно. Но разве кто-то сказал «невозможно»? И ученые, чтобы разобраться в этом процессе, стали натравливать на кончике ДНК свободные радикалы. Для начала, к одному из белковых комплексов, защищающих теломеры, да, защитникам ДНК тоже нужна защита, присоединили фоточувствительный пигмент. Если посвятить на него светом определенного спектра, пигмент выделяет молекулу синглетного кислорода. И он действует не на всю клетку, а локально, именно на теломеру. Да, химические свойства синглетного кислорода несколько отличаются от основного, но не настолько, чтобы помешать проведению эксперимента на культуре раковых клеток гела. Теломеры получили встряску, под воздействием кислорода. Его атомы внедрялись в ДНК, конкретно в гуаниновое основание, и повреждали ее. Если воздействие было непродолжительным, то срабатывали восстановительные механизмы, и ферменты залечивали повреждения. Но справиться с продолжительным воздействием защита уже не могла, поэтому поврежденные участки просто удалялись, а вместе с тем укорачивалась и теломера. Так укорачивались, что хромосомы, в конце концов, слипались в единый конгломерат. Ни о каком делении клетки речи уже быть не могло. И заметьте, мы говорим о раковых клетках, которые не имеют предела хейфлика в принципе за счет выработки фермента теломеразы, который удлиняет теломера на концах хромосом. Так что это открытие можно применить двояко, и против рака, и против старения. Постельные клопы не глупые ребята. Зачем ютиться в пещерах и паразитировать на летучих мышах, когда есть сочные сладкие люди, спящие на мягких кроватях в тепле и уюте? Раньше ученые так и считали, и появление кровососущих клопов связывали с летучими мышами, ставшими их первыми хозяевами. Люди же подхватили этих паразитов от летучих мышей во время их совместного проживания на одной жилплощади в пещерах. Исследование эволюции клопов ярко подтверждает тот факт, что наука не для слабаков. Ученые 15 лет собирали различных постельных клопов в разных странах мира, чтобы пролить свет на их происхождение. Они расшифровали их гены, составили филогенетическое древо и посмотрели, когда разделились разные виды. Эта задача вполне решаема, потому что скорость накопления в ДНК мутаций, приводящих к появлению новых видов, плюс-минус известно. Оказалось, что постельные клопы отделились от своих сородичей около сотни миллионов лет назад. Это меловой период. Тогда по земле бродили динозавры и ни о летучих мышах, ни тем более о людях и слыхом не слыхивали. Кроме того, кровососущие клопы еще несколько раз ветвили свое эволюционное древо, чтобы где-то лет через 30-50 миллионов вновь все вместе сойтись на летучих мышах. О том, чью кровь они предпочитали до этого, авторы исследования пока не знают, но вряд ли это динозавры, потому что клопы селятся там, где есть дом, гнездо или нора. Так что предлагайте свои варианты. Кроме того, два вида, которые паразитируют только на человеке, обычный и тропический, возникли еще до нашего с вами появления, 47 миллионов лет назад. Хотя ранее считалось, что эти клопы разделились именно на человеке. Как видите, постельный клоп в ходе своей эволюции прошел извилистый и тернистый путь к успеху, чтобы сейчас жить в достатке и комфорте бок о бок с человеком. И ученые хотят этому помешать. К последней новости этого выпуска нужно подойти осторожно. Во-первых, статья опубликована в оксфордском журнале «Молекулярная генетика человека», а не в чем-то более именитом. А во-вторых, она звучит ну уж слишком хорошо. Ученые заявили, что нашли способ обернуть диабет вспять. Сахарный диабет разных типов тесно связан с работой бета-клеток поджелудочной железы. В одном случае они прекращают вырабатывать гормон инсулин, жизненно необходимый для регуляции уровня глюкозы в крови. А в другом? А в другом, как говорят ученые, некоторые бета-клетки превращаются в дельта-клетки. Это клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают другой гормон – соматостатин. Он, между прочим, блокирует выработку инсулина – двойной удар по эндокринной системе. Раньше медики считали, что бета-клетки плавно и постепенно разрушаются и утрачивают свои функции как при диабете первого, так и второго типа под воздействием определенных неблагоприятных условий. Становится понятно, почему ученые так считали. Если ты видишь, что бета-клеток не стало, ты, пометуя бритву Акама, считаешь, что они просто погибли. А вот когда анализ тканей поджелудочной железы диабетиков, посмертный, разумеется, показывает, что дельта-клеток у них больше, чем должно быть, поневоле задумаешься. В попытках выяснить, что вызывает механизм трансформации, ученые изучали сигнальную систему, с помощью которой клетки общаются друг с другом. Упрощенно в этой сигнальной системе на уровне обработки РНК возникают ошибки в целых 25% случаев. Нарушенная коммуникация, вероятно, и вызывает изменения типа клетки. Но раз бета-клетки на самом деле не погибают, а превращаются в дельта-клетки, то должен быть способ превратить их обратно. И ученые попробовали это сделать. Вещество, которым они обрабатывали дельта-клетки, вы видите на экране. Обработка веществом восстановила правильную экспрессию генов в клетках и вернула правильную секрецию гормонов. Дельта-клетки дифференцировались обратно в бета-клетки, а это и нужно. Важно учесть то, что эксперименты проводились на человеческих клетках, а не на клетках грызунов, как обычно. Что это? Вариант спасения жизни или опять ложный след? Чтобы выяснить это, останавливаться ученым нельзя. Ну что ж, а на этом сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Проголосовать за самую интересную новость этого выпуска можно в подсказках к этому видео, они находятся наверху. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайк этому видео и делитесь им со своими друзьями. Не забудьте подписаться на Кверти здесь, на ютубе, в инстаграме и телеграме и щелкните, пожалуйста, колокольчик. И до скорых встреч. Пока!